Боли и страдания являются основой жизни, или как мне нравится называть, реальности. Потому что с нее все начинается при рождении, не для того, кто рождается, не для того, кто рожает, не для тех, кто это все сопровождает. Этим же все и заканчивается, не для того, кого, и для того, для кого все это заканчивается, и для тех, кто сопровождает его, когда все это заканчивается. И даже для тех, кто смотрит им в глаза в аптеке. Другими словами, можно было бы сказать, что боль и страдания являются белым листом, на которых потом, когда появляются рисунки, каракули или целое произведение искусства, они уже являются любовью, или то, что мы называем счастьем, или то, что мы называем пиковыми моментами удовольствия. Если мы уберем дуальность, то останется процесс постоянной трансформации или адаптации. Так вот, отсутствие адаптации, то, к чему стремятся все монахи, почему они уходят в затвор, не от большой любви к реальности, ибо те, кто любят реальность, живут в эпицентре ее. Это, скорее всего, могут быть военные, художники или какие-то другие мегаактивные личности. А то, что мы испытываем как радость или счастье, это как раз те моменты, когда трансформация или адаптация останавливается на каком-то оптимальном, определенном, завершенном для себя этапе, для данного этапа трансформации, и испытывает радость от того, что наконец-то все прекрасно, устаканилось, ровно, сложилось, все хорошо. И для тех, кто наблюдает, не составляет загадки понять, что жизнь прекрасна, когда все прекрасно, жизнь плоха, когда все плоха. Если убрать те категории, она просто такая, какая она есть, ровная. Но не нужно рассказывать, ходить, что любовь является основой жизни. Это ее составляющая, но никак не в целом она и есть.